Ребятушки, всем доброе утро. Видите, сегодня я опять выгляжу не очень. Это всё Ютуб меня доводит, да, Сэм? Ой, что-то у тебя тут. У меня, в общем, глазам опять стало плохо, всё опухло, всё чешется, блин, и у меня там такое сильное раздражение, прям уже корочки очень жёсткие стали, всё, что делаешь? Вот, и это всё из-за нервов. И глаза слезятся из-за того, что всё опухло. Короче, вчера я смонтировала влог, опять его загрузила, и опять мне приходит оповещение, ну не оповещение, я вижу значок, то, что на моём видео опять ограничена монетизация. Меня это дико раздражает, потому что вчера я не могла включить... Ну, извините, что я сейчас вас загружу своими ютубовскими проблемами, просто ютуб – это большая часть моей жизни. Ты что жжёшь? Большая часть моей жизни, и мне как бы, ну, обидно то, что так происходит. Да, я получаю деньги с ютуба, пусть там небольшие деньги, но они мне нужны, у меня, блин, ипотека, мне нужно за неё платить, и я как бы хочу получать какие-то деньги с того, что я отдаю там себя несколько часов своей жизни для того, чтобы там загрузить видео на ютубе. Небольшой неудачный поворот у всём и случился. Короче, и опять у меня через один ролик, получается, мне сначала наложили ограничения, потом я еле как включила монетизацию на следующем видео, там у меня еле как появился этот значок, и на третье видео меня опять заблокировали, я подала жалобу, написала в ютуб, и мне сказали то, что нужно ждать типа 7 дней. Не подтвердили то, что тысяча просмотров нужна на видео, и только потом будут просматривать. Ну, не знаю, короче. Ну, для меня эти 7 дней, они бесполезны, потому что я и так, и так уже эти деньги не получу. У меня там выходит видео, допустим, в этот день, у меня максимальное количество просмотров, потому что я выпускаю ежедневные видеовлоги, и у меня в этот день максимальное количество просмотров, и то есть там я свои там 70-100 рублей получаю с этого видео за один день. Всё, больше просмотры не идут, я не получаю ничего. И меня это выметило, потому что, ну, мне свои силы тратить просто так, даже не получать там какие-то плюсы, ну, это очень как-то тяжело, я не знаю, как даже объяснить, но что-то, короче, идёт не так, и меня это... Не могу, короче, собрать свои слова, просто знаете, что мне очень плохо, я уже такая пишу всё с братом общалась, типа не буду я там снимать, как мне это всё надоело, понимаете? Когда я снимала раньше, когда у меня вообще не было монетизации, у меня было и времени больше свободно, у меня не было ребёнка, за которым нужно постоянно смотреть, да? У меня этого всего не было, то есть я ютубом в полной мере занималась ради там своего удовольствия. Сейчас же это в большей степени, конечно же, мне приносит радость, мне это нравится делать, но также это и приносит мне небольшой доход. А стоит ли заморачиваться по поводу там всех этих ограничений, писать поддержку, ждать, когда мне это одобрят, всё, при том, что я могу просто не снимать, не загружать и не тратить время на разборы, а просто заниматься с собой и ребёнком. Ну, вот такие вот у меня мысли. Надеюсь, что вы меня примерно поняли, да, я поныла, можете пропустить, но я до сих пор не могу нормально сформулировать всё это, потому что, не знаю, у меня в этих видео, что там может, за что мне может ютуб, у меня даже Сёма там одетый, то есть нигде нету в этих видео, которые заблокированы, что он там без футболки даже, даже этого нет, что там такого, я там не матерюсь, не ругаюсь, ни к чему, никого ни к чему не призываю, и, блин, обидно, обидно, ребят. Надеюсь, блогеры меня поймут. Вот, когда ты тратишь силы на это, и вот такой вот результат, ну, не очень. У нас тут кипит чайник, но я надеюсь, что тут услышно. В общем, сейчас 12 дня, Сёмка проспал свой первый сон, спал 2 часа, но сначала спал у меня на ручках, а нет, точнее, я его, ну, уложила, как обычно, на руках, переложила в кроватку, он проспал полчаса, потом я его взяла к себе на руки на минут 40, наверное, где-то, и потом он уже досыпал сам. Я в это время сначала помыла ванную, потом немножечко разобрала вещи, сейчас вам покажу тоже. И я хочу сразу предупредить всех своих хейтеров, то, что я, не знаю, на счастье или на радость вам не буду прекращать снимать, да, всё у нас будет прекрасно. Сейчас я покушаю, потом покормлю Сёмку, да, что он только проснулся, я его где-то минут через 20-30 после того, как он просыпается, кормлю. Будем... Ой, маме чуть не уронила, будем брокколи есть. Да. Сегодня на обед брокколи. Так, собственно говоря, что я делаю? Помните, я складывала все Сёмкины вещи вот в эту вот коробку из-под горки, но я не учла одного, то, что горка нам не навсегда нужна, и придётся её тоже куда-то убирать, поэтому я сейчас все вещи буду убирать оттуда, уберу просто в пакет, и буду всё запихивать вон в ту огромную коробку, ну, огромную, большую просто, чтобы, ну, всё там в одном месте хранилось, и здесь мои беременные вещи тоже всё сделаю в одну, и хочу ещё, наверное, сюда молокоотсос убрать, он, в принципе, мне уже не нужен, ну, и вот эти вот маленькие вещи тоже тут насобирала, пелёночки, мы уже не пользуемся, я оставила себе две вот таких вот впитывающие, потому что я всёми их стелю вот сюда, вот, вот, кстати, одна из них надо постелить, чтобы, когда он, короче, спал, если вдруг он проснётся и пописает, то не замарал матрас, не замарал постельное, а вот просто поменять вот эту вот пелёночку, у меня их таких две осталось на смену, так, сына не надо, ну, ладно, надо, короче, вот такие вот у нас девишки, сейчас будем убирать, раскладывать, так, не падай только сын, пожалуйста, ладно? Субтитры сделал DimaTorzok Садить Сему есть футболки была плохая идея, да, так бы тебя хоть в ванну закинули и всё, а так ты в футболке, ещё и футболку стирать, ах, Семка, дала ему крышечку, и она ему прямо очень нравится, и всё по себе, и размазали, хорошо, что это не цветная капуста, и пахнет, конечно, не так сильно, но всё равно пахнет, да? В общем, ребятки, я, как всегда, когда у меня не очень хорошее настроение, начинаю расслабляться, и вот это у меня начало того, что я отправлю на переработку, будет ещё, ну, не знаю, сегодня или завтра мы продолжим всё мы это делать, сейчас я разбирала свой шкафчик, вот нашла-то носки, которые уже невозможно носить, вот эти вот штанишки, я тоже от них избавляюсь, как бы я сильно их не любила, но здесь, в общем, на попе пошла вот такая вот фигня, ну, как бы мне неохота их носить, я их доносила, вот когда ещё было не очень-то холодно, они такие с небольшим начёсом, но вот их не отдают, ну, точнее, не перерабатывают, потому что это кожзам, и придётся от них просто избавиться, просто выкинуть, а вот это вот то, что я отправлю наверх, джинсы, шорты, и такая лёгкая кофточка, я уже это носить явно не буду, и поэтому буду вот туда отправлять, но там я тоже хочу всё разобрать, потому что там иногда детские вещи можно найти, только цифру, которую я забыла, и ну что же там будут перебрать, и у меня ещё в планах завакуумировать одежду, у меня есть один вакуум-пакет, и вот, чтобы как-то там более-менее хорошо сделать, сделаю. А, ещё вот эта коробочка у меня стоит от увлажнителя, я тоже убрала оттуда вещи свои, я сейчас уберу туда увлажнитель, потому что мы им будем пользоваться только, когда Сёмка болеет, я его ставлю на пол, потому что здесь мне негде его ставить, у нас одна розетка, и там компьютер подключен, а на полу Сёма его разливает, роняет, и для постоянного использования это не очень-то годится, не хочу постоянно лужи вытирать, поэтому мы просто обходимся проветриванием. Так ты встаёшь или нет? А и молокоотсос тоже буду убирать наверх. Ещё, ребятки, хотите очень занимательную историю? Короче, я решила сделать заказ на детском мире, заказать Сёмки подгузники, и зубную щётку хотела заказать, но просто так выбрала, и мне пишут, что доставка будет 11 ноября, 11 ноября, сейчас четвёртая такая неделя доставку, ждать подгузники у нас как бы есть, но уже скоро начнут заканчиваться, трусики, точнее, Бэйби Го, которые мы используем, но я такая вспоминаю, что я до сих пор не смогла продать подгузники Бэйби Го, которые, и походу самое время их попробовать. Ждать 11, до 11, это прям вообще. Сейчас у нас не работает детский мир в торговом центре, а с 8 числа у нас в торговые центры можно походить только с QR-кодом, у меня, естественно, его нет, и я не смогу попасть в детский мир. Ух ты, молодец, Сема. Ну, теперь садись и играй там. Уронил раз уж. Садись, давай, давай, опа, умничка. Всё, он почти научился садиться. Правда, без моей ручки у него это не получается. Мы сейчас пойдём на улицу, у нас пришёл заказ на озон, и, наверное, ну, тут возле дома погуляем, сейчас не буду так далеко опять ходить с Семой. Не знаю, укладывать его на улице спать, чтобы он потом подольше дома продолжал спать, либо так нормально, и уложить его дома. Но, как бы, хотелось бы, наверное, немножко без него разбирать вещи. Конечно, он рядом тут со мной ползает, и, в принципе, не очень-то он сегодня мне мешает и не орёт. И так что, может быть, и получится. Короче, не знаю, а с глазами с моими мне прям очень больно смотреть, потому что пошло сильное-сильное раздражение. Я вот мажу, и вообще нифига не получается увлажнить. Прям вообще жёстко. Конечно, печально это вот так вот выглядеть, но с этим ничего не поделаешь. Всё, нервы-нервы. Эх! Забрали мы посылку, сейчас идём на детскую площадку. Найбежит, что там качелька занята, так что попробую сейчас сидеть сразу в Сёмке эти штучки, которые я купила. Не знаю, получится на комбесах натянуть или нет. Сейчас попробуем. Вот такие у Сёмки ботинки. Ну, конечно, лучше их на ногу одевать, и чтобы они через комбес просвечивались, потому что если Сёму... Короче, Сёма такого размера, что у него ножки уже начинают вылазить, и ему этот комбес практически в самый раз. Если посмотреть, вон, даже ручку видно. Да, Сём? Ну, короче, сейчас вот так вот походим, на следующий раз будем одевать, как нормальные взрослые люди, да? А сейчас пойдём на карусель. Маленький помощничек проснулся, поспал, ну, что там, около 40 минут. Вот, я сейчас немножечко разбираю вещи, опять продолжаю в шкафу. Сейчас нашла вот наши курточки, нужно их постирать, тоже убрать на зиму. Ну, мы в них явно уже не будем ходить. Осенние пока что я не убираю, но вот ветровочки убираю. Да, Семка, как у тебя дела? Всё нормально. Может, ты не будешь жевать пакет? Этот, блин, кусок откусит нафиг. Нельзя жевать. Вон у тебя сколько игрушек. Иди играй. Чё жёшь? Ну что, ребята, как думаете, для чего здесь стоит вся эта обувь? Это все, что я выкидываю, я носила на работе, потом еще носила съемки, когда гуляла, когда была жаркая погода, вот, дальше, это мои любимые осенние, но здесь есть одна проблемка, это вот эта вот подошва, всем упадешь, смотрите, что делают, пытаются встать, держать за дверь, он вообще у нас уже по всему дому ползает, залазит туда в ванну, я периодически забываю закрывать дверь, и он туда раз-раз и уполз. Так, дальше, мои тоже любимые кроссовки, я их носила, честно, два года. Купила я их за 700 рублей в каком-то там дешманском магазине типа планеты или что-то типа такого в Сочи еще, и вот носила, потому что я люблю суперудобные. Так, давайте в наше грязное зеркало, я люблю, короче, суперудобную обувь какую-то носить для меня, это может быть дешевая какая-то обувь, ну, в частности, постоянно у нас Сереж такая была, но мы сейчас решили Сереж покупать дорогую, ну, не то чтобы дорогую, а качественную обувь, а, как правило, качественная, скорее всего, будет дорогая. Вот, начали мы с зимней обуви, да, сейчас купила себе, хожу вроде хорошо, не очень скользко, это бывает, конечно, по льду, это я про зимние рассказываю, про те, которые там стоят, я их протирала сзади нас. Вот, ну, сейчас вообще-то не об этом, Диана, что ты опять говоришь? Капец, какая грязная, полазили, блин, все, нам надо чем с тобой стекло помыть сейчас еще, ладно? Что я говорила? Ну вот, я люблю обувь, и потом, когда они, я в них расхожусь, мне потом очень сложно перейти на новые кроссовки, А кроссовки я ношу, чтобы вы понимали, как только из зимней обуви мы перебираемся, знаете, обычно там в осенние сапоги, потом кроссовки, и потом обратно, там, весна, далее, ну, короче, вы поняли, да? Ну вот, демисезонные сапоги я ношу очень редко, у меня вот одни остались на каблуке, скорее всего, я их никогда больше не буду в жизни носить, но еще не знаю. Да, сын. Ой, ой, подавился. Ну, короче, мне очень сложно найти мои идеальные кроссовки, и поэтому я очень долго хожу в одних, и, ну, в принципе, я ничего страшного в этом не вижу, и не нравятся мне все эти выборы постоянные, этих. Тебе не нравится, то не нравится по магазинам ходить в поисках обуви. Сема, нет, не трогай этот пакетик. В общем, вот такие вот у нас делишечки. Короче, факт остается в том, что я выкидываю все вот эти вот обуви, все три пары, у меня остаются зимние мои, в которых я сейчас хожу, и остается осенние на каблуке, которые я, скорее всего, не буду носить. И вот за зиму нам нужно купить, ну, мне лично, кроссовки и осенние-весенние сапоги. Вот такие вот у нас планы. Да, Сём? Ну, либо я не знаю, может, не покупать осенние, я же редко в них хожу. Ну, либо купить, потому что в дождливую погоду в кроссовках не всегда пройдешь. Короче, ладно, у меня еще есть время подумать. Ребятки, представляете, мы еще не собираемся спать, но я Сёму сводила уже помыться, потому что он поел, и я думаю, зачем мне 10 раз буду его мыть, потом одевать, переодевать, потом опять переодевать. Короче, мы помылись, и он сейчас, ну, не в той одежде, в которой будет спать, а просто пока мы еще часик, наверное, походим, поиграем, немножечко почитаем, и все. А я сейчас хочу загрузить стиралку, и, так, Семен, держи, мам. Так, у меня тут за одну руку Семен, за другую камера. В общем, давай-давай, топай-топай, ну, топай. Эй, господи. Держись ты. Ну, ты такой себе, конечно. Вот, и здесь держись, вот здесь держись за ручку. Что ты глазеешь-то? Ладно. Хочу, короче, вот эту вот штучку закинуть, постирать. Не знаю, стирается она или нет, ее по-хорошему бы замочить, но у меня сейчас нет времени замачивать, я просто вместе со всей стиркой загружу, и все. Вообще, у меня, конечно, есть в планах помыть стульчик полностью хорошо, ремни вот эти все почистить, но я так понимаю, что это вообще ненадолго. Поэтому особо этим не заморачиваюсь. Вот, сейчас закинем постирать, посмотрим, стирается, нет. И вообще, ребятушки, наверное, мы на этом закончим наш влог, да, сегодняшний, мне кажется, он получился огромный. Ну, просто у меня одновременно и разочарование, и какая-то новая энергия появляется, да. Будем надеяться, что в этот раз YouTube нам ничего не наложит, никаких ограничений, и все будет прекрасно, но это не точно. Ладно, ребятушки, если вам не сложно, то поставьте лайк, подпишитесь, если вы смотрите без подписки, меня это будет еще больше мотивировать, еще больше снимать. Так что большое-большое вам спасибо, если вы всегда лайкаете, и всем хорошего дня, и всех люблю, целую, и всем пока-пока! Давай, сделай так. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok